Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends, и добро пожаловать на итоговый видеоролик по такому герою, как Ксавьер. И, кстати, да, в этот раз это немножко байт, но отчасти это действительно топ-3, но не в самом важном показателе, таблица на ваших экранах. Да, топ-3 у Ксавьера, смотрите, по чём? По урону, он по нанесённому урону топ-3, но при всём этом Ксавьер занял аж, давайте отсортируем по играм, только 21-я позиция. Да, в общем, и коэффициент хорош, то есть тут 10.2, мы видим, что выше есть коэффициент 9.1, 9.9, 9.0, 9.5, да, 8.8 на минимуме, это уникальный персонаж, но этот коэффициент и этот урон не всегда помогает тащить на Ксавьера. Я сейчас буду честно плакать очень много, потому что я хочу подвести некоторые итоги. Да, на героя получилось много каток, блин, просто из-за плохой команды, вот честно. Я не самый жёсткий хейтер и не топлю за то, что, типа, плохая команда приводит в поражение, но на этом герой приводит, это очень классный герой, мне очень понравилось на нём играть. Да, меня бомбило, но мне было тяжело в учении, он действительно, написано сложность там вот прям вот такая, вот неправда, сложность действительно высокая, если ты хочешь на этом персонаже играть хорошо. Да зачем далеко ходить, я не показываю ласт катку, да, смотрите, у меня MVP поражение, это почти ластовая, которая не зашла. MVP поражение, MVP поражение, MVP, 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 MVP поражение, но вот такой вот челлендж, то есть ты заходишь там, у тебя просто 38% урона, а у тебя в команде 3 бронзы. Ты пытаешься изо всех сил, ты катаешь с ними 20 минут, 20 минут, конечно, я бомбил. Ты играешь ещё там 25-53, ты доводишь эту тиму для того, что вы можете поиграть 20 минут. В IT герой очень супер, мега просто сильный и супер много всего может, но ты не можешь на этом герое затащить слабую команду. Ты стараешься всё сделать, типа, ребят, давайте, убейте лорда, спушьте трон. Ты максимум стараешься сделать, чтобы они это совершили, но не всегда они это делают. Да, на убийце ты сам просто убил, забрал лорда, с лордом пошёл, закончил, и тому подтверждение предыдущий челлендж с 5 поражениями, а здесь их было аж целых 23, по-моему, я сейчас точно скажу быстро, ещё раз чекну этого Ксавьера, получается 23 поражения. И, кстати, я добавил там вкладку ещё пуш первому герою, да, Ксавьер не лучший персонаж, чтобы на нём начинать это добавлять, но рано или поздно нужно начать это добавлять. Но пока что это всё смотрится очень плохо, поэтому я даже не стал вам показывать. Надеюсь, парень, мой парень, да, на стриме начали с этого смеяться, всё же доведёт там до ума, и эту вкладку я начну во всех героев добавляться. Следующий герой Руби на скине Аспиранти, повтор. Да, героя можно заказать повторно за какую-то там сумму. Вот, заходите на стрим, узнаете, семейная наша тайна небольшая. Вот его заказали на скине Аспиранти, то есть вот на вот этом вот уникальнейшем красивом скине мы будем делать следующий челлендж на Руби, и потом этот аккаунт мы разыграем. Кстати, аккаунт с Ксавьером мы тоже разыграем, как поучаствовать в розыгрыше, я скажу в конце. А сейчас давайте переходить к способностям. Надеюсь, я это смогу как-то вставить между способностями, потому что забыл об этом рассказать. У нас появилась классная беседа в телеге. Залетайте туда, смотрите, она выглядит как форум, то есть вы заходите просто в эту беседу, а здесь отдельная инфа должна быть по челленджам, пока что её нет. Отдельно есть чат, в котором люди общаются, пишутся. Поиск союзников, только кружочки и войсы, и здесь ребят тоже уже что-то начинают писать. Группа только начинает развиваться, но я рекомендую вам... Да, там очень крутой был кружочек, я не знаю, где он именно был, я его, наверное, не найду, ну и лучше такой не видеть. В общем, кто хочет увидеть именно, залетайте в телегу, ссылочка есть в описании, и предлагайте что-то новое, да или просто общайтесь и ищите союзников. Ну это, наверное, единственный герой, на котором я сразу перешёл к способностям, потому что на многих я пытаюсь их сначала объяснить, но к Савьеру лучше сразу показать. Первая способность, смотрите, мы просто вот так вот кидаем способность. Всё очень просто, она у меня стоит без перезарядки, поэтому так быстро перезаряжается. Способность наносит урон, и в принципе на этом всё. Кроме одного момента, смотрите, дальность способности вот такая вот, то есть я еле-еле дотягиваюсь до этой лейлы. Но, когда мы попадаем в одного противника, дистанция этой способности увеличивается. И то есть, в принципе, там еще, если поставить еще одну Лейлу, в принципе, оно должно дострельнуть и до нее. Ну, в принципе, смотрите, закидываем, и полетел выстрел, да? То есть, ну, это хорошо, я тут прям еще кастанулся. Но, и, кстати, если три крипа стоит в куче, то есть, сразу несколько здесь боевых ботов, да, и я вот так вот кидаю, тоже выстрел, видите, куда улетел. То есть, я сразу попадаю по большому количеству, выстрел просто улетает куда-то очень далеко. Вторая способность. Мы ставим такой барьер. Мы, типа, через него проходим, мы ускоряемся. То есть, мы, в принципе, можем его ставить для того, чтобы ускориться. Но это еще не все. Противники, которые через него проходят, они замедляются. То есть, если мы ставим перед противником это, он замедляется и еле идет. Что еще классное? Мы можем кинуть первую и по ней попасть вторую, то есть, по ней попасть первой, и образуется вот такой вот круг. Если в этот круг попадает враг, он обездвиживается, не оглушается. То есть, мы не можем сбить ультимейт адетты, но при этом он обездвиживается. Что можно сделать классное? Мы можем кинуть первую и сразу, в конец первой, пока она летит, поставить вторую. То есть, как мы это делаем? Мы шпуляем первую туда вторую и сразу же обездвиживаем врага. Вот эта комбинация. Первая, вторая. Не получилось. Первая, вторая. Получилось. Первая, вторая. А, ну тут я не успел. Вторая у меня в колдауне была. Первая, вторая. И вот таким вот образом. Сразу оглушаем. То есть, мы сразу же подходим и сразу же оглушаем. То есть, моментально. Если цель одна, то можно это просто тапнуть. И все, не надо ничего направлять. Просто вы нажали одно второе, и это сработало. И сразу же есть оглушение. И сразу же эта зона. Да, проходя через эту зону, мы также ускоряемся. Причем мы ускоряемся еще больше на протяжении всей зоны. И еще выходя, ускорение некоторое время спадает. Но ему нужно время, чтобы упасть. Вторую способность также можно активировать ультимейтом. Ну вот мы плавно подобрались и к ультимейту. Мы просто заряжаем. Видите, я поэтому и увеличил карту. У меня увеличенная карта в настройках. Увеличил карту. Мы можем направляться либо вот так вот смотреть по карте, куда мы попадаем. Либо же просто по карте. Ну то есть, и отпускаю. Выстрел. И все, луч полетел. Он долетает. Я даже не смогу сейчас показать, насколько быстро он долетает. То есть, вот я направлю его куда-нибудь в сторону сейчас. Да? Ну, то есть, он долетает моментально. Буквально через секунду он уже в топе. Попадает по крипам. То есть, если я сейчас вот туда по крипам стрельну. Выстрел. Блин, я не успеваю даже показать. То есть, оно летит даже шустрее, чем копье Москвы. Я так предполагаю. Но это, конечно, нужно проверять. Да, второй способностью. Еще раз вторую способность мы также можем активировать ультимейтом. Теперь пассивка. Каждое наше попадание любой способностью. То есть, будь это первая способность, будь это вторая способность. Именно по врагу, либо по лорду, либо черепахе. Она нам дает одно очко превосходства. То есть, ну или даже, наверное, нельзя назвать это очко превосходства. Вообще называется просто первый этап. Мы входим в состояние первого этапа превосходства. Но превосходство, это, скорее всего, третий этап. То есть, если мы кидаем просто по крипу, это никак не работает. Вот по крипам, прострелили через всех, никак не работает. Но если мы кидаем это по лорду. Например, кинули. Кинули, активировали. Все, мы вошли в состояние, а сейчас у нас усиленные вообще способности. На первом этапе наши способности увеличиваются на 15% урон. На втором этапе наши способности увеличивают урон на 120%. Плюс мы увеличиваем ширину наших способностей. То есть, обратите внимание на эту ширину способностей Да, мы пока что будем находиться сейчас в состоянии превосходства Наши все способности будут расширенными Нужно из этого состояния выйти Но я не могу выйти, потому что это следующий этап О котором я могу рассказать Когда мы находимся в состоянии превосходства уже Когда все навыки становятся фиолетовыми Мы, все наши навыки перезаряжаются быстрее Во-первых, это важно То есть, если мы сейчас уберем без перезарядки Конечно, книгу купить, все, что нам дает перезарядку Первая, вторая, ультимейт, вот мы И все, у нас 3 секунды буквально перезаряжается вторая Секунду буквально там 2 секунды перезаряжается первая Но как только это состояние заканчивается Мы кастуем первую, она перезаряжается 5 секунд И так с каждой этой способностью Каждая способность перезаряжается То есть, по-моему, первая, вторая перезаряжается на 3 секунды меньше или на 2 Ультимейт минус 12 секунд Когда мы находимся в состоянии превосходства именно Мы его сейчас до него доведем Видите, вот эта вот голубенькая полца Это сколько будет действовать превосходство Если мы попадаем навыком по крипам, то это состояние продолжается И то есть мы можем его в файте очень долго продлевать Вот к крипу можно к этому подойти, здесь продлить Попадаем способностями и посмотрите, я пока все это делал, у меня ультимейт повторно перезарядился И я уже опа и зарядил туда тычку И то есть вы в файте в долгом можете несколько раз зарядить ультимейт, успеть зарядить Если там много врагов, вы файтитесь Также, например, мы идем, у нас ноль этапов прокачано, да, над головой Мы просто идем мимо лорда, первая, вторая, но вторая не туда полетела Окей, мы сейчас тут первая докидаем, первая, условно, и еще раз вторая Все, мы перезарядили ультимейт, минус 12 секунд Мы можем подойти, у нас будет ульта уже в файте То есть мы начнем, любой способностью мы войдем в это состояние превосходства И будем накидывать бесконечно способностями В принципе, со способностями все Вот единственный сложный момент, кидать первую, первая, вторая сразу Для того, чтобы сразу ее активировать А, ну единственное еще добавить хотелось бы Есть комбинация, мне про нее говорили Якобы лютая комбинация, я сам ее не постоянно юзал Кидать вторую ультимейт Затем кидать якобы надо вторую Да, и опять, и опять первую Ну у меня холдауна не хватало Ну сейчас я кинул два раза первую То есть вторую ты не можешь опять кинуть Поэтому я рекомендую, как вообще атаковать цели Вообще атаковать цели жестко Вы будете только в лейте Ну как минимум там после слот первых двух слотов Вы начнете их нормально атаковать Как мы делаем? Первая, вторая, ультимейт И первая там условно Спринт догнали, где-то еще кинули В общем как-то так С способностями разобрались Отсюда надо убегать, потому что это заняло очень много времени Ну единственное, наверное, что не сказал Первая способность у нас пролетает через барьер И также увеличивает дистанцию Да, нужно было это сказать, конечно же Ну и максить надо вторую способность Потому что у нее меняется перезарядка навыков То есть у первой увеличивается только урон И причем это не супер критичное увеличение Да, конечно, круто получить больше урона Но барьер тоже важная наша составляющая Мы классный маг-саппорт Поэтому качаем вторую для того, чтобы Ну конечно, когда ультимейт нельзя прокачать Для того, чтобы чаще эту способность можно было использовать Ну и быстро мы по этому пройдемся Не будем здесь задерживаться Эмблемки Смотрите, скорость передвижения Плюс проницательность Это магическое проникновение И уменьшение всего, что есть в магазинной лавке На 10% все стоит 90 своих процентов Только скидка 10% Да Все, просто ничего другое вам не надо Качайте это Кто-то говорил поджог Но мне нравилось с уменьшением Я уже к этому привык Я очень хотел быстро собрать первый слот Очень быстро второй слот И только потом я начинал убивать Мне это нужно было Боевое заклинание Здесь я играл со спринтом Мне нравилось То, что он кдшится чуть меньше Чем вспышка И в принципе все Мне нравится спринт Я использовал спринт Но вспышку также можете поизвать для отступления Но... Ой, спринт Спышку можете поизвать Но спринт мне нравилось Попробуйте и с тем и другим поиграть Сборка И здесь, знаете, тоже Не будет ничего супердолгого У Ксавьера До банальности простая сборка Вот этот слот Я никогда не собирал Моя сборка выглядела Давайте мы сюда Зимний Жезл Вот так Здесь мы это удаляем Здесь мы это добавляем сюда Все Ну, единственное, что Наверное, да Когда эстасы Никто не может собрать антихилов У вас танка нет нормального И кто-то там Два антихила Хорошо иметь против эстаса То нужно взять антихил Вот ваш билд Вот он Это дает нам Мы сразу покупаем элегантный самосвет Но это вы в катке увидите Я вам расскажу там в катке уже В общем, собираем часы судьбы Сапог на перезарядку Молнии Я не знаю, что тут рассказывать Книга на перезарядку Навыков плюс ману бесконечную Чтобы у нас было много мана Кристалл мы берем Либо мы берем вот этот вот слот Потому что если там есть Два бойца и танк То нам нужно брать проникновение И так я периодически брал И по урону было нормально То есть мы заменяем кристалл вот на это Если там буквально Они играют У них танк Рафаэль И бойцы какие-то Типа слабые Типа Гвиневра Которые в деф Ничего там могут не взять Да, в конце концов То тогда мы сразу Кристалл идем И надеемся, что нас не разнесут И зимний жезл Ну просто в каждой катке Я его брал в конце Без него никак То есть прожали зимний жезл Замерзли Кстати, по поводу того Я вот говорил Карту увеличил Многие не знают, где это делать Смотрите Настройки Интерфейс Персонализировать И здесь вы уже балуетесь Как хотите Меняете кнопки Я их постоянно меняю Делаю побольше Вот этот вот Убираю полевее Вот я увеличил Даже в этот раз карту Больше никакого челленджа Я это делать не буду Здесь увеличил Чтобы смотреть Куда я там бросаю свое копье Выйти не сохранять Да В подготовке Мы что-то еще должны были Глянуть с вами Нет Ребят, все глянули Все есть Поэтому Приятного просмотра вам Каточки ластовые А дальше будет розыгрыш Ну что ж Дурочки-пирожочки Всем здорово Попытка номер два Дубль записать ласт-катку Если вы это видите То это ласт-катка Прокачиваем первую И покупаем элегантный самответ Рассказываю все повторно Могу что-то забыть Элегантный самответ Позволяет вам Когда вы получаете левел Восстановить 20% По-моему здоровья И 20% маны И в общем Это круто Мы его собираем сразу первым Не берем даже сапог И первой начинаем Прокидывать через скрипов Желательно Мы увеличиваем дистанцию Первой способностью Если попадаем ей в цель Поэтому мы через скрипа В принципе можем стрелять по Нане сейчас Да, так и получается Так-то мы могли бы и не достать А так попадаем Ну и стакаем потихоньку превосходство Вот мы настакали Можно даже немножко ее проатаковать Когда у нас превосходство У нас способность Перезаряжается Там 200 Секундой с чем-то Немножко совсем Да, тут надо отдавать спринт Ребят Тут надо отдавать спринт Мы еще под Молину попали Здесь мне не удается Сделать стан Первую через вторую Я просто так что проиграл катку Уже одну Был ужаснейший просто старт Как бы в лейте вроде все началось Все начало получаться Но все равно Катку потащить не удалось Поэтому Ну и звезду я сохранил Было бы классно Если бы конечно сейчас получилось выиграть Попытаемся зайти в какой-то ганг Наверное возьмем сейчас сапожок Чтобы в ганге подходить Конечно можно попытаться Очень быстро взять Крутейший какой-нибудь слот Я не знаю Ушли на базу Нет, не ушли Первая, вторая Сразу И через двоих прокидываем Одного забрали Но это видимо уйдет, да? Даже если я по ней здесь попаду В принципе нужно отходить Мид Главное чтобы Гацен здесь не бил крипов Чтобы я их хоть как-то Каких-то крипов там забрал Но вот два там еще есть Два сохранится для меня В ганг подошли Ассист сделали Уже хорошо Выходим в часы судьбы В принципе Фактически бабки за сапог отбили Постараемся очень быстро выйти Как раз таки в наш сапожок Ха, через крипов попали По На нем Блин, я бы хотел очень много всего рассказать Но я боюсь, что Да ничего я не боюсь Я боюсь, что Кое-что я забуду рассказать Что я хотел рассказать Потому что я только что это рассказывал В другой катке Там черепаха Очевидно мы под нее подтягиваемся Очевидно мы попытаемся здесь Каким-то образом помочь У нас если что есть Ультимейт Есть вторая Попадает по мне эта способность Чу Заблокировали его Да, пойдет в меня играть Хорошо Отлично Отдадим здесь Спринт И наверное Почу попытаемся сыграть Не смогли его заморозить Если мы по второй нашей способности По нашему этому барьерчику Попадаем первой или второй способностью То она именно не оглушает А обездвиживает нашу цель Поэтому нужно давать Первую, вторую Как население То есть Первая и сразу наперед вторая И вот он как раз сразу морозит То есть пока первая летит Мы выставляем вторую И обездвиживаем нашу цель 387 голды нам надо сейчас Ну это с этим перком как раз таки Для того чтобы Дособирать часы судьбы С перком Магических эмблем На удешевление магазина Да, у нас есть превосходство В принципе мы можем куда-то туда зарядить Просто помочь немножко с атакой Лейлой Мы в принципе попадаем по ней Наверное отступим на базу 387 так и не доформили Но маны слишком мало Хорошо там Очень неплохо Джонсон влетел Сейчас в Лейлу Есть шанс ее убить Убивает Франка И наверное она тоже погибнет Если бы чуть раньше все это было Я бы получил бы ассисты Но и так неплохо Мы не одними ассистами живем Как бы главное выигрывать Очень хорошо начала Лейла Лесли Если Лесли даст старт То я точно дам лейт Молина все же до меня добегает И у нас же опять есть ультимейт Вот хорошо Потратил свою ульту В принципе можно попытаться Сейчас почусь играть Потому что Чу наверное заберет эсму Нет не забрал он ее Ну вот я его не смог обездвижить Вышел он отсюда второй способностью Ай-яй-яй-яй-яй-яй И вторая Хорошо есть килл Уфсори Уфсори и можно сбивать протекшн Взяли сапог Полноценную перезарядку навыков И дальше выходим в молнию Здесь зафармили по 100 голды все Денег заработали В это время конечно на боте Происходят большие-большие проблемы У нас Можем отступать Можем отступать в свой мид И подтягиваться в черепаху Преимущество 1820 Возьмем перезарядку Заберем быстренько крипов У нас уже стакают судьбы Постепенно Постепенно но верно Мы идем в правильном направлении Чухан подходит Да вот мы видели Что мы можем его в какой-то момент И не обездвижить Даже если хорошо попытаемся Вот он опять же дает вторую способность И отступает Очень четко Хорошо Ну и отлично Крипа этого добьем И отойдем наверное Важнем регенерацию Возьмем Чуть больше мп Чтоб у нас было Настоящий сан видимо уходит отсюда Попытался обездвижить Обездвижил только одну цель Ушла Вообще мы в очень невыгодном здесь положении Сейчас находимся На все это смотрю Да и франк конечно Рядышком Черепаху уже забрали Обездвиживание дали по всем Но этого мало Если добьешь ее Мне даже мп нет Хорошо джонсон Хорошо Хорошо У меня просто нет мп Просто нет Попытаюсь просто замедлить Она хорошо ультанула Попытаюсь замедлить В случае если у меня Это замедление появится Даже не оригинальное Я тут пытаюсь его автоатаками убить Да конечно Если мы пробегаем через барьер Мы ускоряемся Противники замедляются Нужно бежать на базу Нужно пытаться мне Достабирать с темол Не каким то образом Мы начали проигрывать по золоту Казалось бы Все вроде неплохо Какие там киллы делаем Но Не попал я По чуму Но у него там Очень много хп Поэтому даже если попал Вряд ли что-то получилось Хорошо Здесь здорово Бессмертие первым слотом Вот такие вот дела Дает просто тебе Бессмертие Как бы Не скорости передвижения Не перезарядки навыков Ничего Ну там одна тычка Буквально Почти по золоту вернулись Но мне Для меня бой Что мы вообще Это золото все потеряли Вроде так же Все хорошо происходит Хорошо Вырвались вперед Мид нужно отбивать Молнии собрали Выходим в книгу Выходим в книженцию Эсма Давай ты Здесь конечно мид Нужно было бы забрать Потому что вот этот вот Тавр Который забирают В миду Если его рано Забрать Он дает Много пространства Ты можешь по чужому лесу Походить Выйти как-то Они через наш лес Так уже могут выходить Мы не можем Попробовал обездвижить Но вспышка Молодец Запомните Лейла вспышка Мия Вдохновение Это азы Это азы Здесь все сделано правильно Ну приморозил я его Но на этом в принципе Наверное и все Чухан Неприятно Не хотелось бы попадать Под его атаку И под эту тоже не хотелось бы Обездвижить Дыжим Нет Плохо топнул Надо просто ультонуть В ту сторону И будет kill Так оно и есть Но я умер Хорошо Отличный врыв от Джонсона Работаем Поработаем Ну санку Это прям живучая А ну сан Смотрите-ка У нас первым слотом Проклятый шлем Магдеф Так что магическое Проникновение Нужно будет мне собрать Ханаей Болеен Это обидно Ну чу молодец Хочу как там тоже Дэф Хочу наоборот урон По топу крипы идут Пытаемся выйти В книгу По золоту Отстаем уже 333 голды Не въехали в него И я походу не попал Быстренько разбираем Крипов Очень важно еще Некоторое время После использования способностей Когда ты даль Даешь ультимейт Подождать Потому что может Не вылететь молния Потому что она только что Вылетала на твои другие атаки Вот например Только что начал атаковать Крипов На лайне У меня сразу молнии не было Очень много урона Вы видите как я Нано это ушатал Но благодаря своей Пассивке она живет Продлить бы конечно Действие превосходства Попадая в способности По целям Я в прошлый раз Это все досконально Пытался объяснить В очень удобный момент Но явно я и докатки Там кое-какие вещи Объясню Франко Хорошо Попытаюсь туда ультануть Здесь забрали И Сана убили Хорошо Ребят лорд Ребят лорд Забрать лорда Атакуем лорда Атаковать лорда Парни Ай Ну что это Смотрите Все за этим Чу Шанс Трое мертвы Иди забирай лорда Тем более что Чу С другой стороны Вы молодцы Вы заберете Чу Но Килы должны приносить пользу Помимо того Что вы заработали Там на всю команду 250 голды Ну теперь как-то поздновато Уже мне кажется Мы накидываем по лорду На лорде мы стакаем Наше превосходство Поэтому можем Пытаться даже здесь Где-то ультимейтом Кого-то попасть Но вот видите Когда я попадаю в способности Вот есть полоска Дополнительная полосочка Возле наших способностей Надеюсь мы там вообще Лорда забрали сейчас Наверное я все же До катки это вам объясню Про эту голубенькую полоску Возле способностей Когда мы находимся В превосходстве Ну в общем Когда эта полоска Заканчивается Мы выходим Из стадии превосходства Превосходство Мы можем накопить Либо используя наш ультимейт Вот мы в превосходстве Вот появилась эта голубая полоска И сейчас мы можем Эту голубую полоску Продлить Используя наши способности Попадая по целям Если не попадаем То превосходство просто заканчивается на что способность становится обычными а так наша способность есть более наши способности есть доп урон и доп урон и еще какой-то бонус а ширина ширина до ширина наших способностей большую зону они задевают и по табру здесь будет волна явно ключи крипы то будут уже мощные с ними можно будет закончить если забрать табор т2 после 12 мод минуты волны не будет а мы тут забираем на 11 поэтому волна будет и здесь за мидом конечно можно было приглянуть но было бы хорошо если мы смогли забрать какую-то вышку это и ждать обездвиживание но как обычно у меня одно и то же хорошо забрали его добрался до него под ноги чтобы ускориться и сразу же первую вот идеальный просто под ноги ускорился и потом еще даешь на первую то есть мало того что ты ушел так он еще и потом замедлился еще команда если подтянулась здесь продлил превосходство мультимейт и еще раз продлил и в общем здесь вообще тоже идеально получилось только что вообще лучше на базу конечно отойти наверно получили превосходство довольно таки неплохое по золоту и там должна быть минус вышка зеленый кристалл это ошибочно это ошибочный сбор давайте мы пока что возьмем зимний жезл вообще просто я заметил что там здесь магическая защита и здесь она есть еще возможно считать и на какую-нибудь чу просто меня может взять дальнейшем хотя и помимо меня у него хватает проблем в этой катке пытаемся попасть мы то попали больше нам это ничего не дало и есть скилл есть врыв хорошая превосходство нас так вот оно есть вот оно есть превосходство или скрипов припа убили и пи вторую не смог остановить потому что и стадии превосходства вышел не все прям идет по моему плану 1 2 да но урона как-то не хватает буквально там один слот у него с магической защиты вообще ребят надо забирать лорда если честно если конечно это получится сейчас сделать в принципе мы с преимуществом мы должны забирать лорда здесь довольно таки спокойно если они придут мы их убиваем если они приходят забирают лорда мы все равно их убиваем и сносим все и лорда тоже хорошо ультануть шикарно здесь замедлить шикарно а и здесь будет хорошо здесь прям будет хорошо ушла попали хорошо остается сан от лорда в принципе можно уже не убивать зимний жезл есть обездвижили зашел в обездвиживание мое шикарно и по тавру по тавру по тавру по тавру по тавру да я давно так и хотел закончить челлендж наверно с харита которого делал в начале сезона и хотел успеть сделать два челленджа за две недели в начале сезона безумец но получилось тогда сейчас получилось очень хорошо закончить очень хорошо закончить до 2 попытки господин не заслуживает такого количества каток этот герой но благодаря большому количеству плохих тиммейтов и но это была хорошая команда это прям был подарочек это был прям подарочек в ластулечку закинуть эту тему благодаря благодаря тому что были не самые лучшие команды xavier будет не на самой лучшей позиции как то так вот такая ласкатка ну я считаю мне повезло очень с командой потому что до этого катки которые были с командами мне везло ну которые поражение мне везло не очень и где поражение да даже где победы мне часто не очень везет команду здесь вот просто 12-0 коэффициент играл с командой 22 минуты у меня в команде каринка 5,9 коэффициент там ля морд 6,6 и мы играем бесконечно ну тут 31 процент урона это маловато потому что у меня есть поражение где у меня красивые красивые какие-нибудь там 40 процентов вот 40 процентов урона 13 минут поиграли 40 сделал процентов урона проиграй катку проиграй катку ластовая мне просто ну дичайше повезло команда хороша была я успел настрелять 33 процента лэсли наделала 30 поэтому катка завершилась довольно таки просто ладно ребят все не томлю вас розыгрыш розыгрыш у нас кстати на эймана и хотел отметить один момент что в прошлый раз я сказал что обязательно помимо того что нужно писать что ты участвуешь в розыгрыше нужно писать свое какое-то мнение о самом челлендже да поэтому надеюсь меня не подведут и ребята какие-то сделают все правильно участвует всем желаю команда таких эйманов как ты героем ба собираюсь прикупить и играть по твоему гайду всем удачи ну здесь нормально окей на такое я соглашаюсь соглашаюсь да то есть это не мнение челленджи но он прям высказал свою какую-то позицию написал участвую в розыгрыше на канал подписан поэтому володя выигрывает аккаунт с эймоном а мы разыгрываем этот аккаунт и что для этого нужно сделать написать комментарии участвую в розыгрыше плюс какое-то мнение очень же на ксавьере почему столько как а так про урон что-то сказать про его что-то подобное плюс лайк подписка на канал все все комментарии с условиями плюс лайк подписка ждать следующем итоговом видео на руби аккаунт руби будет пипец там будет там будет просто эпики скорее всего сам эсперанский нет и мы тоже его разыграем спасибо вид же за то что не забирает этот аккаунт и мы можем его разыграть в общем ребят как то так спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу беседу в телеге залетать туда общаетесь пишите привет там есть вкладка вопросы стримеру залетает что-то спрашиваете постараюсь как будет свободное время зайти и ответить всем спасибо до новых встреч пока пал